Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Amiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим публикации данных по количеству вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства, которые произошли вчера в четверг, так как сегодня в США выходной. А перед началом видео я напомню, что если вам нравится данный формат и данное видео, не забывайте ставить лайк, ну а ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, вчера был опубликован данные по количеству новых рабочих мест, достаточно важный показатель, который дает нам понимание, как двигается восстановление экономики после как раз коронавируса. И данные были рекордными, на что, безусловно, рынок среагировал позитивом. Давайте посмотрим. Собственно, вчера были опубликованы данные порядка 400, более 400,5 миллионов новых рабочих мест. Конечно, здесь важно понимать то, что с момента пиковых значений, то есть было минус 20 миллионов, начиная с начала как раз коронавируса в США, и сейчас экономика планомерно восстанавливается. Но, соответственно, данное восстановление, оно сейчас идет более лучшими темпами, чем, в принципе, планировалось. Но здесь важно понимать то, что распространение коронавируса, повторное распространение, оно, безусловно, очень сильно влияет на данную ситуацию. Кстати, вчера по США мы видели новый рекорд новых случаев, и здесь важно проводить аналогию. Потому что сейчас, с одной стороны, да, обращаю внимание на то, что становится все больше и больше рабочих мест, но давайте посмотрим вот на данные по коронавирусу. 52 тысячи случаев было зафиксировано вчера, это новый пик в США. И здесь важно понимать, ну давайте вернемся к рынку как раз труда на текущий момент. То есть здесь мы с вами понимаем то, что стали восстанавливаться как раз многие сферы услуг, то есть рестораны, бары стали вновь набирать персонал для работы. Также это восстановление, оно произошло за счет низкоквалифицированного труда в медицинской сфере. То есть снова люди стали возвращаться, то есть те вакансии, которые были сокращены во время пандемии, плюс снижается заработная плата, плюс уменьшается количество рабочих часов в неделе. То есть вот в принципе мы видим, да, восстановление, но это все идет также за счет и снижения издержек. Ну оно в принципе и понятно. И сейчас самый большой риск, самое большое опасение как раз происходит на волне, второй волны коронавируса. И уже многие штаты сообщают о повторных случаях, многие штаты приостанавливают выход из ограничительных мер, для того, чтобы как раз уменьшить вероятность повторного распространения. Но пока мы видим то, что это не удается. Также были данные по поводу вакцины от компании Модерна. Испытания должны были начаться на этой неделе, но их пока приостановили. И вот пока вот этого позитива рынкам не хватает. Хотя фондовые рынки вчера росли. Ну теперь давайте посмотрим, насколько это удастся, эту динамику сохранить им в дальнейшем. Давайте посмотрим, что сейчас происходит на рынках. И я также расскажу о новой позиции, которую я вчера открыл. Начнем мы с евро-доллара. Ну евро-доллар сейчас колеблется в достаточно узком диапазоне. То есть сейчас фактически торгуется по справедливой цене 1.12.13. То есть как и покупки, так и продажи здесь выглядят не очень оптимально. Если уж продавать, то где-то от 1.13.80, 1.14. Ну а покупать ниже 1.10 в принципе довольно-таки комфортно. Ну а просто опустимся ли мы туда. По британской валюте здесь сейчас мы переходим вновь в фазу снижения. То есть сейчас мы торгуемся уже ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Опять же сейчас цена в данный момент справедлива. Поэтому здесь мы вполне вероятно, что можем увидеть боковик. Хотя при посылке на как раз снижение здесь у нас сохраняются. Соответственно сейчас, если британская валюта сможет закрепиться ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии, то вполне вероятно, что еще одну волну снижения до 1.22.68 здесь мы можем увидеть. Ну и если мы посмотрим последнюю динамику, то все-таки пока здесь движение, ну по крайней мере в течение последних месяцев, когда идет нисходящее и вполне вероятно, что здесь можно будет также попробовать заходить на продажу. То есть для себя на вооружение как раз вот данную позицию я возьму. Скорее всего буду открывать не по рынку, а из области где-то 1.24.90, если цена туда вернется. И с целями движения до 1.22.77. По паре американский доллар, канадский доллар. Вот здесь как раз я позицию открыл. Позицию открыл на покупку как раз на фоне того восходящего движения, которое мы видели на протяжении всего июня. И здесь я покупал, соответственно, от поддержки. Сейчас здесь мы, ну с точки зрения часового таймфрейма у нас фаза, вчера мы смогли закрепиться выше максимальных значений, которые были сформированы в среду. Ну, собственно, на выходе данных по занятости, вчера мы увидели довольно-таки высокую волатильность. Мы видели и в момент выхода новости, соответственно, мы видели больше восходящее движение. Ну, закрылись вчера примерно по ценам открытия. Сегодня торговались, да, чуть ниже минимальные значения вчерашней торговой сессии. Но пока стоп-лосс стоит за минимум 1 июля. И там пока он и будет оставаться. Собственно, здесь я ожидаю для себя движения в область 37.05. Там бы эту позицию я уже зафиксировал. По паре американский доллар, японская иена. Здесь мы тоже продолжаем торговаться в боковике. Собственно, мы отскочили от области сопротивления на 108.12. Вернулись вновь в зону 107.40. И сейчас колеблемся в данном диапазоне волатильность. Вчера по данной паре была крайне невысокая. Хотя, с точки зрения часового таймфрейма, сейчас мы смотрим больше вниз. Но если вернуться, опять же, к более крупному таймфрейму, то здесь у нас начинает набирать обороты как раз восходящее движение. Вполне вероятно, что это следующий рывок на 108.60. Здесь мы можем видеть. Но по доллару я не пока нахожусь без позиций. По паре австралийский доллар, американский доллар. Тут мы сейчас перешли вновь в фазу восходящего движения. То есть здесь мы видим вновь рост. Но очень большой вопрос, как я уже сказал, будет здесь проводиться аналоги с S&P 500. Если S&P 500 продолжит дальше расти, то, собственно, и по австралийцу, и по новзеландцу мы увидим рост. Ну и, скорее всего, по евро. Соответственно, пройдет падение американского доллара на фоне как раз повышения интереса к фондовому рынку. Но сейчас пока мы видим, что довольно-таки трудно забираться все выше и выше. Поэтому сейчас какие идеи по австралийцу? То есть, ну да, здесь у нас сохраняется движение восходящее, то есть, в принципе, покупки у нас остаются в приоритете. Но в данный момент, в данный момент каких-то хороших идей здесь на вход нет. То есть, вот как я уже сказал, то есть по британской валюте здесь ситуация может быть интересна. По как раз паре американский доллар, канадский доллар. А вот по австралийцу пока ситуация здесь не очень интересна. Ну, во-первых, мы торгуемся довольно-таки близко к максимальным значениям этого месяца. Ну, по крайней мере, последних трех недель. То есть, это 69-64, где, собственно, цель роста. То есть, покупать. Если уж покупать, то нужно было, собственно, ниже, если бы цена опускалась там 67-95. Ну и, в принципе, этой идеей я продолжу придерживаться. Если мы уйдем на 70-21 и вновь будем формировать паттерны на нисходящее движение, то продажи здесь я для себя рассмотрю. Ну и плюс-минус такой же план и с новозеландцем. Новозеландец даже чуть выше уже забрался. То есть, фактически, вот от области поддержки, от которой было интересно покупать. Да, 64-63.90. И вот сейчас доходим до, практически, уже до этих целей роста. То есть, в области 65-68. Если, опять же, появятся паттерны на продажу, то здесь эту ситуацию я для себя также рассмотрю. Золото корректируется от локальных максимумов, которые мы показали уже в этом месяце. Доходили до отметки 1789 долларов за тройскую унцу. И вчера и позавчера уходили также в коррекции по золоту. Ну, понятно, что новый максимум. И все сложнее и сложнее его преодолеть. Но, тем не менее, пока общее движение у нас, на мой взгляд, здесь остается восходящее. Были попытки закрепиться ниже минимальной значения 30 июня. Но, фактически, мы видели пока здесь ложные пробои в данный момент. Если сегодня цена уйдет ниже уровня 1757 долларов за тройскую унцу, то тогда уже переход в фазу нисходящего движения здесь мы можем считать более легитимной. Ну и по индексам. Да, безусловно, вчера индексы, что DAX европейские, что S&P 500, подрастали на позитивных данных. Но, опять же, вопрос, сможем ли мы удержаться. Потому что сейчас мы торгуемся, опять же, довольно-таки высоко. Как и по DAX, так и по S&P 500. Уровень 12620. Уровень середины как раз июня. Если мы сможем его преодолеть, то, вероятно, следующее движение уже на 12938. Это максимум, который был зафиксирован за последние несколько месяцев. Но вот то, как себя цена будет вести вблизи этого уровня. И будет ли у нас сложный пробой. И, вероятно, еще одно нисходящее движение. То есть, здесь пока я, наверное, буду ждать такой сценарий. То есть, буду пробовать продавать как раз вблизи локальных максимумов. Если появится на том подтверждение. Потому что данные насчет распространения коронавируса. И пока отсутствие информации насчет вакцин. Они не вселяют, безусловно, позитива. Ну а сейчас, то есть, DAX все-таки с точки зрения часового таймфрейма продолжает рост. Но мы уже довольно-таки близко к области сопротивления. Поэтому покупать сейчас не самое разумное, на мой взгляд. Ребят, по S&P 500. Здесь мы также видим торговлю вблизи уровня 3158 долларов. Сможем ли мы удержаться? Но впереди будет видно. Сегодня в США выходной. Поэтому здесь мы вряд ли можем ожидать какую-то серьезную активность. Поэтому будем наблюдать. Если S&P 500 закрепляется выше данного уровня, то вероятен еще один поход на 3247. Но вот с тех уровней посмотрим, будет ли здесь еще одна волна снижения. То есть, там было бы тоже так же интересно продать. Ну а покупки я бы рассматривал из области где-то 3000-2980. То есть, там уже после как раз, если пойдет вот эта еще одна волна снижения, то я бы для себя рассмотрел как раз покупки. Сейчас здесь остаюсь вне рынка. Рост сохраняется уже несколько торговых сессий. Но посмотрим, как дальше будем, соответственно, удерживаться. Ну а по нефти тоже у нас планомерно движение восходящее сохраняется. Пока мы локальный максимум не обновили, общий тренд идет восходящий. То есть, здесь пока по нефти, ну наверное на следующей неделе нефть обсудим более подробно. А сейчас пока движение вот сохраняется восходящее. Ну а на сегодня это все. С вами был Саков Роман. Всем желаю хорошего завершения торговой недели. И увидимся уже в понедельник. Не забывайте ставить лайк, если вам нравится видео. И ваши вопросы оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.